Через несколько месяцев Япония напала на базу Тихоокеанского флота Соединенных Штатов Америки Пирл-Харбор, повторив тот же коварный прием, каким она атаковала когда-то Порт-Артур. Так началась война Японии с Америкой и Англией. Начал осуществляться японо-германский военный заговор. Японская военщина одержала ряд крупных побед. Японцы захватили Филиппинские острова. Пошли в Манилу. Овладели военно-морской базой Великобритании Сингапур. Заняли Голландскую Индию. Вступили в Бирму. На северо-западе Япония подошла к Аляске. На юге готовилась вонзить штык в Австралию. На западе стучалась в ворота Индии. В то же время она лицемерно заявляла о своем нейтралитете в отношении СССР. Вот как выглядел этот нейтралитет. Несмотря на войну с Америкой, Англией и Китаем, Япония держала на нашей границе большую часть своей армии. Японские дивизии ждали только сигнала, чтобы выступить против нашей страны. Сигналом должен был послужить Сталинград. Падение Сталинграда. Великой Отечественной войны. Немцы рвутся к Волге. Идут бои на улицах Сталинграда. А японцы ждут падения Сталинграда, чтобы выступить. Кровь льется за каждую пять нашей земли. А японцы ждут. Так в самые тяжелые дни Отечественной войны, в дни Сталинграда, в дни, когда гитлеровцы уже предвкушали смертельный охват Москвы с востока, наши дальневосточные дивизии были скованы так называемым японским нейтралитетом. И этого наш народ не забыл в Японии. Миновали суровые дни. Настал и на нашей улице праздник. Красная армия разгромила гитлеровские орды и водрузила знамя победы над Берлином. Чудовищная гитлеровская военная машина была раздавлена. Но Япония все еще продолжала войну. К этому времени войска наших союзников одержали ряд побед на Тихоокеанском театре войны. Американская, а затем и английская авиация неоднократно атаковала японские острова. Дорого платил японский народ за войну, которую затеяли его жадные властители. Тысячи бездомных, погорельцев и беженцев ютились в развалинах, бродили по дорогам. Им обещали японскую крышу над всем миром. Теперь они лишились крыши даже над своей головой. Народ молчал. Зато министры говорили, если белые дьяволы осмелятся высадиться на наших островах, то японский дух уйдет в свою великую цитадель Маньчжурию. В Маньчжурии нетронутая доблестная императорская квантунская армия. В Маньчжурии несокрушимый военный плацдарм. Мы будем сопротивляться в Маньчжурии хотя бы сто лет. И действительно, опираясь на колоссальное оперативное пространство, около двух с половиной миллионов квадратных километров, опираясь на свой маньчжурский арсенал, Япония могла вести затяжную войну и надеялась устоять против новых ударов. У нее сохранилась в Маньчжурии крупнейшая энергетическая база, металлургические и нефтеперегонные заводы, угольные копии, сырье, склады и, наконец, нетронутая квантунская армия. Только вступление в войну Советского Союза могло рассеять в прах планы японских милитаристов на затягивание войны. Верная своему союзическому долгу, стремясь приблизить наступление мира во всем мире и освободить японский народ от дальнейших жертв и страданий, советское правительство заявило 8 августа, что считает себя в состоянии войны с Японией с 9 августа. Посол Советского Союза в Японии, товарищ Малек, направляется к министру иностранных дел ТОГО для вручения ему заявления советского правительства. Вступление СССР в войну с Японией являлось справедливым актом в защиту интересов Советского Союза и всех стран, которые подверглись японской агрессии. Тысячи километров дикой тайги, глухая таежная тишина, сопки, насколько хватает глаз. Это граница СССР и Маньчжурии. На этих необъятных пространствах суждено было разыграться битве, в результате которой Красная Армия освободила население северо-восточного Китая, внутренней Монголии и Северной Кореи от японских поработителей. Осталось несколько часов до начала военных действий. Ставка главнокомандующего вооруженными силами Красной Армии на Дальнем Востоке маршала Василевского. Маршал Советского Союза Александр Василевский. Член Военного Совета Ставки генерал-полковник Шикин. Начальник штаба генерал-полковник Иванов. Пройдет еще немного времени, и план разгрома японских хищников воплотится в действие. Вот в чем состоял этот план. Три фронта одновременно должны обрушиться на врага. Забайкалье, Забайкальский фронт. Амур, Второй Дальневосточный фронт. Приморье, Первый Дальневосточный фронт. Забайкальские и Первые Дальневосточные фронты наносят удары с запада и с востока и, соединяясь в районе Чанчунь, рассекают Маньчжурию на две части, окружив и изолировав таким образом всю японскую Квантунскую армию со всеми ее укрепленными районами. Одновременно, Второй Дальневосточный бьет с севера на юг, рассекая японские группировки, расположенные на Амуре и Сунгаре. Забайкальский фронт имеет три направления. Первое на Чанчунь, на его пути Халун-Аршанский укрепленный район и горы Большого Хингана. Второе направление на Цицикар, через Джалайнор-Маньчжурский и Хайларский укрепленные районы. Третий удар вглубь Южной Маньчжурии. Этот удар будет осуществляться силами советско-монгольской конно-механизированной группы под командованием генерала Плиева. Первый Дальневосточный фронт на Чанчунь навстречу Забайкальскому фронту. На его пути Суфенхесский и Дунинский укрепленные районы японцев и дальше труднодоступная горно-таежная местность. Второй Дальневосточный. Его задача форсировать во взаимодействии с Амурской флотилией реки Амур и Сунгари и нанести удар вглубь Маньчжурии. Одновременно войска фронта во взаимодействии с Тихоокеанским флотом очищают Южный Сахалин, Курильские острова. Тихоокеанский флот наносит удары по портам Сайсин, Рассин и Юки, освобождая Корею. Командующий Забайкальским фронтом маршал Советского Союза Малиновский. Командующий Первым Дальневосточным фронтом маршал Советского Союза Мерецков. Командующий Вторым Дальневосточным фронтом генерал армии Пуркалев.